всем привет с вами надежда черный и сегодня у нас бездушная это второй сезон 7 серия и я напоминаю про свой telegram так что кому интересно заглядывайте также не забывайте подписаться на мой youtube канал на котором находитесь нажать лайк и можно написать что-то хорошее в комментариях но мы не будем тянуть поехали бездушная глава 7 чувствовать неожиданная визит уолтера застает меня врасплох но его общество приносит какое-то утешение уже поздно ты здесь делаешь ну все никак не могу перестать о тебе думать но мы ведь только утром время вместе проводили он делает шаг ближе затем еще один теперь мы почти касаемся друг друга и я как раз тех самых пор не могу выбросить тебя из головы уолтер смотреть на него это неправильно и сейчас давайте выберем не сейчас сейчас не время да ладно тебе сто процентов не волтер не значит нет я скажу тебе когда буду готова этот момент еще не наступил заметьте как она корректно все это говорит зачем мы вообще сдерживаемся x ария он наклоняется еще ближе и его шепот согревает на ухо я хочу тебя ты знаешь что тоже меня хочешь зачем строить из себя каких-то неженок я я не понимаю тебе не надо впусти меня позволим нашим делам показать как сильно мы хотим друг друга тебе со мной будет так хорошо что ты будешь кричать обо всем что сейчас заперто в твоих твоим разуме детка от этих слов у меня замирать сердце не может быть ты не уолтер ну наконец-то догадалась себе и вправду нравится этот мальчик да ух как мило это не твое дело у но я могу сделать так чтобы она стала моим могу составить тебе хорошую конкуренцию одна ночь со мной и он напрочь а тебе забыл и я бьют рекси упрямо в челюсть и забираю из ее кармана деньги которая дала сволочь у похоже я задела тебя за живую интересно заткнись и я не перестаю кричать сопровождая каждое слово очередным ударом живот не могу поверить что трек себя думает будто может просто прийти и поиграть с моими чувствами и разумом после всего что она сделала и ее смехи совсем не слышно более я даже не могу ее ранить и это доводит меня до предела умри я просто дурачусь чего ты такая серьезная подослала ко мне копа который постоянно меня достает разве я не заслуживаю того чтобы немного тебе отомстить ну так мы тоже мстим и я не обращаю на ее слава внимание меня поглощает гнев и неистовая жажда мести умри 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 сначала она громко смеется дразняя и ловко уворачиваясь от моих попыток вцепиться в нее когтями но по мере того как ее рубашка окрашивается в красный от крови из порезов смех становится реже и тише ладно сама просилась давай поиграем теперь когда трекся своей истинной форме преимущество что было на моей стороне переходит к ней мало того что мне не сравниться с ней в силе скорости и рефлексах и я к тому же никогда раньше не сражалась с другими демонами тем не менее я отказываюсь сдаваться скорее умру чем позволю ей насладиться победой почти получилось она просто играет со мной хотя нападаю я трекся с каждом промахом умудряется причинить мне боль в жгучей ранее от зеленой гордости ну все подбежав к ящику открываю ее клик на клинок охотников на демонов взять вид этого самого клинка терзает меня вновь вызывая боль что до сих пор откликается ледяным прикосновением прошлого мне не переписать но я могу создать новое воспоминание от рекси кричащий в агонии чувствующий как жизнь медленно покидает ее моей мучительной истории с этим оружием будет не сравнится с тем через что пройдет придется пройти какой красивый нож думаешь у меня ранит сейчас узнаешь о неужели я игнорирую и насмешки время для словесных перепалок давно прошло чтобы винс не рассказал ей оксанте похоже он умолчал о клинке а это мне очень на руку с граци и рыбы скользящий сквозь течение я приближаюсь к ней с кинжалом на готове что-то у тебя поубавилась пульчивости ну уже не молчи мне больше нравится когда ты даешь волю своему огню тебе нравится когда тебя обжигают так только если это делают горячие цепочки которые умеют затаивать обиды что он достоверившись что она не отрывает похотливого взгляда от моих мылки я подкажу все ближе и ближе теперь мы почти касаемся друг друга зачем мы вообще сражаемся ты же знаешь что никогда не сможешь меня победить она нежно пропускает прядь моих волос сквозь пальцы а потом целуют ее кончики давай признаем у тебя есть только один способ одолеть меня и мы обе понимаем какой именно неужели да только так ты сможешь услышать как я умоляю и кричу из-за тебя и на этот раз я позволю тебе забрать всю ту силу которую и я у тебя украла будем квиты как тебе идея наверное нет смысла с тобой бороться когда ты явно сильнее я знала что ты послу я выставляю нож вперед и это мой единственный шанс победить вас хорошие отношения с так перед тем как нанести удар я замечаю что и взгляд устремляется на мою руку она знает и все же почему-то не пытается меня остановить даже когда острый кончик лезвия вонзается ее плоть демониться остается неподвижной и не пытается сопротивляться она бессильна против могущественной магии охотников на демонов кинжал окрашивается красным вонзая в ее тело всего нескольких сантиметрах от сердца так вот как тебе было больно когда твоя маленькая подружка ставшая врагом тебя пырнула не могу поверить что трексе все еще может улыбаться в такой ужасной ситуации ты ты знала почему не сопротивлялась мне любопытно что насколько сильно ты меня ненавидишь ненависть как и любовь это чувство чувство которые я не понимаю дрожащей рукой она тянется к моему запястью затем осторожно кладет ладонь на пальцы сжимающий рукоять ножа я хочу чтобы ты показала мне пути высокого мастерства мне так хочется просто прикончить ее прямо здесь но явно и абсурдной ситуации заставляют задуматься так что я колеблюсь и с каждым мгновением понемногу успокаиваюсь ты позволишь меня убить себя просто ради удовлетворения мимолетного любопытства почему сама не знаю но я я хочу почувствовать каково это так сильно ненавидеть другое существо и и хватка слабо это все лишь легкая как перышко прикосновения чтобы не терять контакт между нашей кожей она дает мне выбор я в растерянности почему трексе вдруг так стремится понять эту некомпетентность как она и назвала однако я точно знаю что в какой-то веке демоница не пытается мной манипулировать что с ней случилось пощадить ее нанести смертельный удар ее реально можно то самое или будет как с нами то есть просто будет рано я не знаю служить и пощадить здесь она не моя фаворитка нанести смертельный удар слушайте я буду кровожадный наверное скорее всего нанести смертельный удар ее странное поведение заставляет меня на мгновение задуматься но только на мгновение после ее предательства ничего так сильно не желаю как вычеркнуть трек все своей жизни из этого мира и из любой реальности за его пределами так там и быть крепче сжимая рукояти направляясь смертоносное оружие но тут вижу яркий красный свет который заливает своим сиянием всю квартиру винсент вернулся и он и ярости меня так и знала что то произойдет у нас врезается мощная невидимая сила отбрасывая в разные стороны меня швыряет на мягкий диван трексе же напротив жестко ударяется стену что вы тут черт возьми делаете сейчас не время и не место мой направленный на трексе хмуре взгляд быстро сменяется приступом смеха когда я вижу как дима не сокурсится от боли из-за воздействия магии винсента так ей надо просто знай я не против того чтобы ты ее убила только прибей прибереги свои планы на потом когда вернемся из поездки отлично поддержал молодец почему архив защищен могущественной магией это что-то вроде проверки на прочность для тех кто хочет его открыть чтобы пройти ее мне будет недостаточно силы только из твоей крови поэтому она отправит отправиться с нами но после этого можешь сделать с ней все что заблагорассудится как ты великодушен винсент игнорирует ее его даже мой сарказм не волнует не говоря уже о комментариях трексе не могли бы мы пожалуйста поговорить спокойно нам еще нужно успеть на самолет я возвращаюсь человеческий облик увидев это трексе делает то же самое почему она тебе помогает какая от этого выгода и и появление этих демонов непонятных тоже не нравится и больше чем не это угрожает титул самого могущественного существа silver порти которым трексе себя сама провозгласила так что чем скорее все возрастится на округе своя тему раньше она сможет вернуться к своей гнилой жизни полные роскоши и земных удовольствий вы ведь понимаете что я здесь и все слышу а ой и еще не говори за меня маг виксария если у тебя есть вопросы я могу ответить на них сама ты для меня мертва я больше не заговорю с тобой пока не настанет день когда ты будешь умирать от моей руки вот тогда позлородствую ты сейчас говоришь со мной а я еще не умираю вес он качает голову и проходит мимо меня чтобы поднять нож и это моё отдай что ты делаешь выход из него кинжал ну что ты делаешь пусть пока побудет у меня последнее что нам нужно чтобы вы демоны побивали друг друга и оставили меня разбираться с этим бардаком одиночку забоялся возникает мысли вырвать кинжал из его рук но я останавливаюсь понимаю что это и для моего блага тоже теперь трексе знает об этом оружии она не может поможет мне одолеть ее вы спокойно цели ситуацию прежде чем принять принять решение так ладно пусть невнимателен сохранив безопасном месте он принадлежал я знаю он у меня только на время сможешь забрать когда все уляжется он убирает нож свой чемодан надежно запирая его ну я смогу легко взять кинжал оттуда если потребуется иди переоденься и собери вещи нам нужно все упаковать и много обсудить он оглядывает гостиную затем скрещивает руки на груди и поворачивается лицом к такси подожди а твой багаж где и ничего с собой не беру куплю все необходимое на месте мы не будем тратить время на походы по магазинам когда ты можешь просто взять с собой все нужное да ладно тебе пока не припираются я направляю спальню чтобы закончить сборы проходя мимо стола замечая подарок а вы она заказала это для меня я беру пакет и крепко прижимая груди улавливая легкий аромат духов девушки все еще пахнет и когда вернусь найду способ увидеться с ней даже если для этого придется вышибе дверь еду может быть тогда наконец поймет оказавшись в убежище своей комнаты наконец-то могу перевести дух опускаюсь на край кровати и развязываю ленту затем аккуратно разворачиваю бумажный пакет старость не оставить складок осторожно застаю одежду которая была внутри какая красота и теперь мне предстоит принять трудное решение надеть это или убрать и сохранить на память потом удобный комбинезон стильный костюм двойка платье с разрезом и лямками бусинами подарок а вы рич-бичи что думаете хотя в стильный костюм тоже классно ладно будем это немного classic оставить текущую прическу ой как необычно нет что-то мне не нравится молоко и мёд мне с луной понравилось кстати вот в самолете с косичками с хвостиком самое ну так да немного поразмыслив я аккуратно кладу наряд обратно в пакет убираю в шкаф это от а вы я не могу его надеть вдруг поврежу случайно да еще и неизвестно куда вылетим относительно то что там за условия прочее заканчиваю выбирать наряды для поездки и возвраща возвратившись в гостиную уваливаю одежду на стол вот винсент указывает на чемодан положи их туда я это за тебя делать не собираюсь а еще не забудь взять с собой удостоверение личности она у меня в кошельке тогда хорошо теперь мне нужно чтобы вы оба внимательно выслушали меня я расскажу о месте куда мы направляемся и о том как собираемся преодолеть мощную магическую печать есть какой-то план и мы его придерживались следующие несколько часов тянутся бесконечно долго винсент до смерти утомляет меня даваясь ненужные детали о своей магии а потом мы спорим о том что я якобы взяла слишком много вещей которые мне не нужны кто он такой чтобы указывать что мне нужно ну и наглость после поездки на такси в аэропорт весьма впечатляющего места мы проходим таможню и садимся самолет войдя в салон и не долго спорю со стюардессы о том действительно ли эта штука может летать прежде чем винсент подталкивает меня вперед да он может летать и нет он не упадет когда у него разрядится батареек если я умру это будет твоя фина ладно если самолет разобьются можешь провести свои последние минуты проклинаю меня я хмуро смотрю на него и продвигаюсь вперед пока винсент не тяни меня за руку к ряду с тремя креслами окна уже сидит мужчина вот это наш ряд погодите я не с вами сижу нет ты в самом хвосте что за она проверяет свой билет и недовольно ворчит ты взял мне место прямо у туалета как раз в этот момент из уборной выходит мужчина он удовлетворенно покупать себя по животу а пассажиры поблизости ах вот прикрывая носы фу больше никакого карри перед полетом фу не усмехнуться меня так и подмывает позлорадствовать но я не собираюсь не разговаривать услышав как я смехаюсь 3 7 миль ком смотрит на меня как только наши взгляды встречаются хмурюся и отвожу глаза ваши отношения с такси лучше даже так не говоря больше ни слова такси направляется к своему месту я продолжаю игнорировать ее когда она проходит мимо садись давай ты посередине я хочу сидеть у окна я не очень-то тех и говорю мужчина окна слышит меня и хмыляется но это не ваше место если бы этот ничтожный смертный молчал может я бы оставила все это как есть о неужели ее конечно тогда ладно нас путь неопределенности да во время этого короткого разговора успеваю обдумать все варианты соблазнить обмануть или просто убедить что я заслуживаю сидеть у окна больше него но зачем заморачиваться двигайся давай теперь это мое место смертный не может противостоять моим способностям как пожелаете он встает и бездумно идет проход рассказываю мимо и занимая место окна а теперь занимайся своими делами и не думай об этом и не разговаривай со мной этой беседы не был когда мужчина с озадаченным видом садится у прохода висант устраивая устраивается рядом со мной наклоняется чтобы прошептать поверить не могу что ты только что это сделала что вреда никому не причинила благодарю тебя от имени всего человечества мы все у тебя в долгу я уже собиралась загрызнуться в ответ на его саркастическое замечание когда вдруг из ниоткуда раздался громкий голос доброе утро дамы и господа говорит ваш капитана про пожаловать на борт рейса рейса а уа 1872 выполняющего из сильверпорта это всего лишь пилот произносит глупую речь о вещах большинство из которых я им так и не знаю но все равно чуть не подскакиваю с места и испугалась нет замолчи все чем мы взлетим я хотел бы сообщить вам что во время полета из-за надвигающейся буря может возникнуть турбулентность о чем-то он будет буря и мы полетим прямо в ее эпицентр все будет нормально они бы не дали добра на взлет если бы это было бы опасно значит я должна рисковать своей жизнью полагаясь на слепую веру этих людей это не слепая вера это наука перестань волноваться и отдохни немного мне тоже нужно вздремнуть весь день не мог поспать как будто я смогу здесь глаза закрыть поступай как знаешь с этими словами он складывает руки на груди и опускает голову закрывая глаза этот дурак серьезно решил поспать вскоре подходят стюардессы чтобы проверить наши ремни безопасности что только усиливает мое замешательство если самолет разобьется как нам помогут эти ремни пока я разду самолет внезапно начинает ехать и реветь как вулкан винсент висент он движется ты бесполезен выглядываю в окно чувствуя себя совершенно одинокой несмотря на то что меня окружают люди земля проносится под крылом словно стремительный поток набирающейся скорости затем самолет без какого-либо предупреждения поднимается воздух и меня отбрасывает назад на спинку сиденья руки крепко сжимают подлокотники а дыхание очищается сравниваясь с бешеным ритмом сердца я бы закричала если бы вокруг никого не было между смертью от страха или унижения выбираю смерть от страха наконец самолет выравнивается и я выдыхаю воздух который задержала я ослабляю хватку опустив взгляд замечаю на подлокотниках две небольшие мятины от своих больших пальцев и немедленно прикрывая их руками нельзя чтобы их заметил винсент проходит час а я по-прежнему переживаю считая каждую секунду другие пассажиры кажутся расслабленными но меня это нисколько и ни в чем не убеждают все спят смертные неудивительно что большинство из них не умирает естественной смерти осталось всего лишь два часа по крайней мере вид небо за окном меня немного успокаивает наблюдая за облаками с такой высоты очень захватывающе а я то думала что здесь живут небожители или ангелы или кто они там наверное не все легенды вилантиса правдивы возможно этих существ вообще на самом деле нет эти мысли ненадолго избавляют меня от тревоги пока резкий толчок не возвращает к реальности в это же время в салоне снова раздается настойчивый голос пилота дамы и господа говорит ваш капитан как мы упоминали перед взлетом сейчас мы испытываем турбулентность из-за буря к сожалению погодные условия оказались суровее чем мы предполагали пожалуйста оставайтесь на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности пока он продолжает объявление самолет сотрясается вновь я подпрыгиваю на сиденье но ремень безопасностью держит меня на месте некоторые некоторых пассажиров которые должно быть не были пристегнуты подбрасывать потолку а затем швыряют обратно повсюду раздаются крики жесть для первого полета конечно не сладко согласитесь кровь кровь он не один множество рук отчаянно машут на сиденьями вызывая помощи венсон берет мужчину за руку и прижимает ее крайне кровь пассажира капает на вес на топачка одежду продолжайте на нее давить кровь застывает моих жилах и я дрожу не в силах это контролировать это конец это конец буря трясет самолет пилот все еще что-то говорит но я не могу разобрать не с и не единого слова затем еще один сильный толчок отправлять самолет стремительное падение кажется что сердце вывод вырвется из груди я больше не могу сдерживаться мы все умрем виксария мы все умрем мои ногти удлиняются чернеют из-за безмерного страха перед смертью принимая истинный облик и ничего не могу с этим поделать нет только не здесь виксария у вас хорошее отношение с винсендом он растягивает ремень безопасности наклоняется ко мне крепко сжимает меня в объятиях успокойся виксария успокойся а не то чтобы я успокоилась только потому что винсенд попросил об этом но он обнимает меня этого неожиданного жеста оказывается достаточно чтобы отвлечь меня от ужаса и заставить руки вернуться в прежнее состояние винсенд не отпускай меня возьми меня за руку и я даже не знаю слышите не отпускать взять за руку ладно давайте за руку здесь я виду веточку с уолтером поэтому услышав мою просьбу парень освобождает одну руку чтобы взять мою протянутую ладонь свою не то чтобы этот небольшой физический контакт меня в самом деле у тишь утешил но хотя бы помог понять что я не одиноко своем страхе это одновременно поразительно и тревожно осознавать что в таких ужасных обстоятельствах я ничем не отличаюсь от обычного смертного я бессильно и могу погибнуть как и темный маг держащий меня за руку его магия сейчас тоже абсолютно бесполезно винсенд как думаешь это предначертана нам судьбы мы сами создаем свою судьбу вексария ты прав мы сами себя обрекли когда сели в этот самолет даже говорю очень волнительно вообще если тебе от этого станет легче можешь проклинать меня это я тебе я тебя в этом стяну никому не удастся меня во что-либо втянуть против моей воли и здесь потому что так нужно тебе ваши отношения сместно там улучшились с нами все будет порядке ты серьезно думаешь что такую сильную женщину как ты может убить какая-то дерьмовая погода что ты назвал меня женщиной почти так будто видишь во мне человека ты нечто большее приятно приятно после этого воцаряется тишина кажется мы оба обрели покой по-прежнему держать за руки я погружаюсь мечтательный транс готовясь к тому что должно произойти пока винс не отпускает мою руку чтобы подтолкнуть локтем и кажется буря закончилась турбулентность кончилась дальше все будет порядке значит я могу начать обвинять тебе и мстить за то что ты заставил меня пройти через эти мучения почему бы и нет я привык твоему вечному нытью мою сторону по любому поводу разговор не состоялся бы если бы вы не думали что оказались шаги от неизбежного конца удивительно как мало значит гордость когда врата смерти маячи так близко и в какой-то веке я благодарна не только за то что осталась жива но и за искренность которую нашла в этой незнакомой мне старой стороне в так так когда мы приземляемся нас встречает первые лучи рассвета весом не теряет времени торопя нас несмотря на нашу усталость сменив окровавленную футболку он ведет нас в автобус а потом мы долго идем пешком в конце концов мы добираемся до района с озером и полу разрушенными деревянными домами по выветрившим выветрившимся доскам видно что этот город забросили давно-давно ребята вы тоже это чувствуете или только я ты о чем не знаю так странно как будто ты в пустой комнате но чувствую что ни один у вас нет такого ощущения не прощай на нее внимание винсент она просто пытается завести беседу чтобы обманом заставить меня заговорить с ней уверяете вексари если бы я этого хотела мне не пришлось бы использовать такой тонкий подход в любом случае если венцент ничего не улавливает то скорее всего мне просто показалось из-за усталости идемте дальше венцена стоит помятую нарисованную от руки карту архивы должны быть в северной части идем мы следуем за ним по пустынам улица все здания заброшенные вылит жутко разбиты окна проржавевшие дверь безуспешно обыскав все здания в северном секторе мы осматриваем восточную часть затем на южную и наконец западную ничего ни одной книги то ведь что это верное место должно быть верным себе не приходило в голову что твои дружки магия забрали все книги не поставив тебя в известность никому не разрешается забирая что-либо из архива в нем магия которая не позволяет подобного давайте еще раз все смотрим должно же быть хоть что-то может где-то внизу мы продолжаем таскаться по округе и искать и ныть последние в основном исходят от меня я так устала венца сначала немного отдохнем мы ведь тут еще целых три дня будем разве нет я не планировала что мы потратим целых три дня на поиски архива наша главная цель найти информацию которая приведет нас к источнику этих могущественных демонов но мы не сможем мы осмотрите материалы архив огромный а нас всего трое а если бы у вас было четверо это увеличило бы ваши шансы кто что мне не нужно смотреть на нее чтобы понять кому принадлежит этот голос это она обернувшись мы видим стройную фигуру появившуюся из-за соседнего дома она направляется к нам со страстной грацией и я вид заставляет меня вздругнуть от пробравшегося до костей холода и одновременно с этим от огня который охватывает сердце и я теряю терпение наблюдаю как вы бесцельно худите кругами почему бы нам не поработать вместе может удастся добиться хоть каких-то успехов серия коротенькая да на события неожиданная встреча конечно что же я напоминаю что у меня есть телеграм заскакивайте не забывайте подписаться на youtube канал нажать нравится можете написать что комментариях но а я говорю вам до скорой встречи до новой серии